Приветствую вас по форме вашего вопроса. Вы, скорее всего, его задавали в разделе сетерики, потому что у вас даты рождения фигурируют и, собственно, вопросов никаких вы не задаете. Если вдруг по ошибке вы написали свой вопрос, адресованный эзотерикам в разделе психологию, то вам нужно будет его повторить еще раз в соответствующий раздел. Эзотерики так вам помогут и ответят, наверное, так, как вам хотелось бы. С точки зрения психологии я могу вам сказать, наверное, только одно. Это то, что мужчина, который ранее с вами дружил, теперь, судя по всему, начал испытывать к вам чувства, я бы сказал, отличные от платонических. То есть, чувства у него теперь уже к вам другие. И он избегает вас, потому что ощущает, что сблизился с вами. А вот сближение с вами не кажется ему чем-то таким приятным, чем-то таким, что могло бы доставить ему удовольствие. Почему? Потому что он, вероятно, уверен в том, что вы-то, кроме дружбы, дать ему больше ничего не можете. А он заражит вами. Общаться как друг тоже с вами он больше не может. И отсюда его такое вот поведение. То есть, по сути, это, по сути дела, это поведение человека, который не знает, что делать со своими чувствами, не знает, куда их девать. И, собственно, из-за этого, из-за того, что он не знает, куда девать свои чувства, он и отстраняется от вас, дабы не наломать друзь, не растворить дела, о которых он бы потом, например, жалел бы. Это, значит, наиболее вероятное развитие событий здесь. Вам нужно просто будет у него спросить, как он к вам относится, чувствует ли он к вам что-нибудь. Помимо дружбы, если там у него любовь может быть, может быть еще вот такого типа. И если да, то, по сути, вам нужно здесь с ним только лишь откровенно поговорить, откровенно показать ему, что вы его, как бы, хорошо, достаточно понимаете, вы понимаете, что у него есть к вам чувства, но либо вы можете ответить взаимностью, либо вы не можете ответить взаимностью. То есть, момент здесь именно вот такой. То есть, если можете ответить ему взаимностью, постарайтесь это сделать. Постарайтесь ответить ему взаимностью. Если не можете, так ему и скажи, что прости, я не могу, там, ответить тебе взаимностью, прости, я, там. Как бы, у нас с тобой разные, там, взгляды, и, как бы, я не буду тебя тогда какое-то время беспокоить, вы можете ему сказать, ага, но я тоже хочу, собственно, с тобой общаться. Это вот то, что вы можете сделать. Это, если говорить отсюда. Невероятно, что мужчина изменил к вам свое отношение не только по этой причине. Вполне может быть, что речь здесь идет еще и о том, что ему кто-то на вас наговорил каких-то дурных вещей. То есть, знаете, как бывает, коллеги на работе видят, что кто-то хорошо общается, у кого-то тут все хорошо, и, собственно, видя это, начинают испытывать зависть. Зависть почему? Потому что, ну, вот, условно говоря, любое объединение на работе, любой какой-то вот такой тандем, там всегда представляют угрозу, практически всегда представляют угрозу для других коллег. С чем это связано, сказать, так, одноднажды нельзя, потому что, ну, разные люди, разные коллективы, у всех разные взгляды, но однозначно всему виной могут быть сплетни, и вам тогда просто нужно будет подумать о том, а вот кто мог бы желать вам зла, кто, если у вас недоброзаватели на работе, и, если такие есть, то подумайте, что они могли бы вашему другу рассказать. То есть, вот вы пишете о том, по сути, что, значит, в последнее время его поведение стало не совсем понятно. Ага, в последнее время это какое время? Последнее. Сколько времени прошло и с какого момента это все началось? Понимаете, нужно, чтобы вы хотя бы сами для себя определили вот этот момент. чтобы вы хотя бы сами для себя увидели, что могло повлиять на мужчину в таком ключе. Ведь если вы достаточно полно и четко увидите ситуацию, можете понять, что заставило мужчину так себя с вами вести. И если вы это увидите, то вам будет проще понять причину изменения его поведения. Ибо сами-то по себе причины есть. Просто вам они пока не южны. Но выяснить это нужно, потому что вы хотите сохранить ручьбу, я более чем в этом уверен. А для этого нужно анализировать. И если вы придете к каким-то выводам относительно того, почему мужчина мог изменить к вам свое поведение, свое отношение, что его могло заставить, например, там, не знаю, так себя вести и так далее, если вы придете к какому-то мнению, к какому-то видению этой ситуации, то тогда и в таком случае нужно с ним об этом обязательно будет поговорить, высказать ему мысль о том, что вы знаете, скорее всего, не один раз, дабы вывести его на разговор. Вполне вероятно, что у мужчины могут быть какие-то проблемы с начальством, потому что он говорит, что хотел бы с вами общаться, даже если кто-то уволится. Это может быть свидетельствовать на того, что он боится, что его уволят по какой-то причине, а если его уволят, то он, например, не сможет общаться с вами, это его, естественно, беспокоит, он не хочет с вами сближаться, именно по той причине, что, ну, не хочет с вами продолжать общаться, потому что это поспособствовало бы тому, что он к вам еще больше привязывается, а его, как бы, привязывание к вам при условии того, что его могут уволить, это, по сути, очень такое плохое качество, очень плохое поведение, и, вообще-то говоря, они очень в поведении полезны. То есть вот здесь тоже может быть момент. Понимаете, возможные варианты могут быть еще, они могут быть менее типичными, они могут быть более такими, как бы так сказать, конкретными, более уникальными, более индивидуальными, но для этого нужно больше информации о вашей ситуации. Пока, на данный момент, я думаю, что это все, что можно вам сказать. Соответственно, что из этого вы считаете наиболее правильным, то вам и нужно будет притворять жизнь, то вам и нужно будет продвигаться, и в этом направлении вам нужно двигаться, думая о том, как решить причину, как разрешить, убрать причину того, почему мужчина стал с вами так холодно общаться. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь, уличку помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok